Михаил Павлович, еще раз здравствуйте, рад вас видеть. Я хотел сразу спросить вас, понятно, что сейчас все обсуждают, все думают над тем, как изменилась ситуация в американской президентской гонке, когда Байден снял свою кандидатуру и сделал ставку на Камелу Харрис. И вот сейчас вокруг этого масса вопросов возникает. Во-первых, уже появилась вроде как пока не очень проверенная информация, что якобы Трамп заявил, что он не собирается дебатировать с Харрис. Но, правда, эта информация только от одного источника и не подтвержденного пока. Помимо этого, в общем, большая поддержка идет со стороны спонсоров, со стороны ведущих демократов, кандидатуры Харрис. Как вы считаете, ну, во-первых, все-таки дежурный вопрос, считаете ли вы высокой вероятностью того, что она станет кандидатом в президенты от демократической партии? И второй вопрос, как вы оцениваете ее шансы? Значит, во-первых, да, я считаю, что она станет просто вот на ближайшем съезде этим самым кандидатом, и все остальные разговоры, по-моему, они, в общем, мало имеют смысла, потому что, ну, просто я тупо почитал американскую прессу, посмотрел их там телевизор, 76% демократов, просто из тех, кто зарегистрировал демократы, за то, чтобы Камал Вахаде стал кандидатом, во-первых. Во-вторых, уже сегодня было сообщение, что она заручилась поддержкой большинства делегатов съезда, уже заручилась, да. Поэтому, да, она станет, судя по всему, кандидатом, и не видно никакого сопротивления, кроме Барака Обамы, в общем, сопротивления-то и нет. Теперь дальше, вот как оценивать шансы на победу? Тут я вам так скажу, у нас же вот очень опасная, да, игра в том смысле, что американские зрители наши скажут, ага, вмешивается в наши выборы. Поэтому я все время должен подчеркнуть, нет, должен подчеркнуть, что это не в смысле, я вмешиваюсь, я оцениваю вероятности, да, вот я считаю, вот я делаю прогноз сейчас впервые на эту тему, ни разу не говорю, что на выборах она победит, да, на выборах она прям победит, да. И единственный раз, когда я это уже предсказывал, это в 2020 году, ну, правда, точно, факт, на бумаге, книга, которая называется «Эффект летучей мыши», которую я написал, я там написал, что в 2024 году президентом станет Камала Харрис. Я это написал в 2020 году. Так, фиксируем, фиксируем, коллеги, я думаю, что это надо просто фиксировать, вот акцентировать на этом внимание, в нашей программе Михаил Павлович Шейтельман подтвердил свой прогноз о победе Камала Харрис. Будем следить и оценивать ваш прогностический потенциал. Конечно. На президентском выборах победит Камала Харрис. Но, конечно, впереди еще долгий путь, и все, что сейчас мы наблюдаем, сейчас есть некая эйфория по поводу демократов, потому что, ну, понятно почему, потому что вот произошла новость, она случилась в воскресенье вечером, и уже понеслась такая волна, если вы заметите, там, Трамп практически как будто выглядит так, как будто он молчит, хотя он что-то там говорит, но, в общем, мало кто сейчас обращает на него внимания. Он же сегодня объявил, что революция совершена, там, свержение, свергли Байдена, революция в демократической партии и так далее. Но сейчас это пока не важно. Но, если мы вспомним прошлую неделю, это была полностью неделя точно такой же волны республиканской партии, когда уже практически объявили Трампа победителем, уже весь, ну, все наблюдатели сказали, ну, все ясно, Трамп, вот, он уже выступал с этой речью победителя на своем республиканском съезде, все это выглядело как абсолютная победа Трампа, все-все-все, дело сделано. Также сейчас такая же эйфория в сторону, в обратную. Но, на самом деле, впереди огромная работа у обоих партий, конечно же, еще столько всего предстоит, еще, например, мало кто замечает, но вот сегодня, вчера буквально, там, этот кандидат в вице-президенты от республиканцев, Джей Ди Вэнс, он выступил против Камалы Харрис, ну, и там объяснял, почему она плохая, что с ней неправильно и так далее. Но это же последняя его попытка такое сделать, потому что пройдет буквально две недели, и у демократов появится кандидат в вице-президенты. Отдельный, другой человек, еще один, то есть третий, как бы, в иерархии. И будет Байден, потом Камала Харрис, который кандидат, и с ним на равных, и будет еще кандидат в вице-президенты. А у республиканцев будет два человека только, Трамп и Джей Ди Вэнс. И Джей Ди Вэнсу уже пошлют дебатировать не с Камалой Харрис, а уже вовсе даже там с условным Шапиром, например. Ну, с кем-то, кто станет кандидатом от демократов на вице-президенты. А вот там, если бы я сидел, мне бы карты в руки, если бы я сидел в штабе, нет, я понимаю, что они это и будут делать. Это же я у них учился, у этих самых людей, которые сидят сейчас в штабах этих партий. Ну, реально, я учился у американских политтехнологов, с ними работая в Израиле. И я уверен, что они сейчас сидят в штабе демократов и разрабатывают вот эту партию, как шахматную. Что им теперь делать, когда у них в руках несколько одновременно орудий. Вот Байден, а вот Камала, а вот еще там условно Шапира или кто-то другой кандидат в вице-президенты. Кто кого должен бить, кто кому на что отвечать, чем. Это прям сложно вырисовывается. Интересная и сложная комбинация, на мой взгляд. Ваш прогноз, кто может быть вице-президентом? Кого Камала Харрис назначил? Не, ну тут я говорю слово Шапира. Я его говорю одновременно и в шутку, и всерьез. Это губернатор Пенсильвании. Честно, но это надо уж совсем знать такие... То есть, что мне тут... Тут, чтобы прогнозировать, надо прям реально знать внутри партийные расклады, которых я не знаю. Ну, слишком. Поэтому мой такой, это в данном случае, считайте, что я бросил монетку и выпал Шапира. Потому что мне нравится эта идея, чтобы без Шапира не обошлось, ни одни выборы не обходятся без Шапира. Мне как вот с точки зрения еврейского моего какого-то происхождения, мне это социально близко. И кроме того, это некий ответ Трампу в том смысле, что Трамп такой произраильский очень кандидат. В то же время вроде как от республиканцев, понимаете, евреи вроде голосовали за демократов. Но тут Трамп, который помогает Израилю вот так, действительно, по-настоящему, в прошлую конденцию, очень сильно помог Израилю. А тут вдруг появляется Шапира. То есть, мне хочется этой интриги. Тут я выдаю желаемое за действительное. Тут это нельзя назвать серьезным прогнозом. Когда все это начиналось, то была такая фантастическая совсем гипотеза. Это было еще задолго до вот этого сокрушительного проигрыша Байдена Трампа во время дебатов. Ну, несколько человек, я слышал, высказывали идею, что было бы неплохо, так сказать, если бы демократы смогли переманить Ники Хейли на свою сторону. Я так понимаю, что этот вариант, он сейчас уже упущен окончательно, поскольку Ники Хейли заявила уже о своей приверженности Трампу, и это, конечно, очень жалко. Но сейчас поступила информация такая, что, так сказать, вот некая группа поддержки Ники Хейли, она заявила о том, что они готовы голосовать за Камела Харрис. Насколько это подтверждает, ваши наблюдения подтверждают эту информацию? И считаете ли вы, что потенциальный электорат Ники Хейли может перейти на сторону, может начать голосовать в пользу Камела Харрис? Значит, во-первых, если я так вот отнесусь сначала к этой идее про Ники Хейли, если брать такие дикие идеи на вице-президента, то у меня другое предложение к американскому народу, так сказать. Я серьезно считаю, что победной комбинацией было бы, это не будет пока, к сожалению. Но если бы Джорджа Клуни поставили вице-президентом при Камеле Харрис, что очень было бы, вы знаете, политически абсолютно грамотно, потому что почему нет? Это абсолютный демократ до мозга костей. Это один из людей, который точно способствовал отставке Байдена прямо лично своим письмом. Это человек с активнейшей жизнью, активнейшей политической, общественной позицией, со своим фондом, много чего делающий. Он говорит, я с детства демократ, с детства хожу на выборы и так далее, и так далее. То есть это абсолютно, я бы сказал так, кошерно, даже по сравнению с Шапиром. В смысле, что если его поставить, у него 12 друзей, там, Оушена и так далее. Ну и почему нет, если Шварценеггер был губернатором Калифорнии, то вполне себе сработало бы. Но я что-то не думаю, что эти ребята настолько... Но это было бы, понимаете, после одного резкого такого движения, как уход Байдена, еще один резкий такой твист. Но это уже трудно себе представить. Теперь вот по поводу того, кто за кого куда перейдет. Не имея всей картины, естественно, социологической, там, кто какие перетекания, это все можно смотреть на социологии. Но есть маленькая, которая я успел подглядеть одним глазком в ту социологию, которую успели сделать сейчас. И вот, что она показывает, интересно. С одной стороны, мы знаем, что по спорным этим штатам, по той социологии, которая была до, Камала Харрис проигрывала, просто меньше проигрывала, чем Байден, но проигрывала Трампа. Например, в Пенсильвании проигрывала 1% по сравнению с 3%, которые проигрывал Байден. Но есть другая еще социология. Есть такой метод, когда позитивный и негативный рейтинг, и их разницу считают. Вот, например, я помню, как в Украине в свое время Порошенко занимал на выборах 2019 года, хотя Порошенко занимал второе место в первом туре с не таким уж прям катастрофическим отрывом, но было понятно, что он не может стать президентом из-за негативного рейтинга. Позитивный у него был там, не знаю, 25%, а негативный 50%, и ты уже никуда не денешься от этого. А у Зеленского негативного было там 5%. Так вот, сейчас есть ситуация такая же в паре Харрис и Трамп. У Трампа позитивный рейтинг, то есть рейтинг доверия к Трампу выше, чем к Харрису, но негативный намного выше, чем к Харрису. И из-за этого там получается, что вот у Байдена разница между позитивным и негативным на плаху минус 25%, у Трампа минус 11%, и у Харрис тоже минус 11%. То есть получается, что потенциал забрать кого-то у Харриса очень большой еще есть. Забрать тех, кто, ну вот грубо говоря, посмотрели люди дебаты, и после них они говорят себе, я не могу поставить галочку в опросе, что я за Байден. А за Харрис-то могу, правильно? Ну вот я имею в виду по результатам прошлых дебатов. Поэтому очевидно, что потенциал у Харрис просто большой, просто из-за того, что ее до сих пор не рассматривали всерьез. Это не автоматом, это не само произойдет. Теперь мы будем, естественно, ждать ее выступлений. Ей все-таки не давали говорить. Давайте честно скажу, что ей три с половиной года не давали нормально выступать, не давали ей никакой большой роли. Но, кстати, благодаря этому получилась очень неожиданная история, на мой взгляд. Смотрите, про Харрис. Был, например, только что был саммит мира в Швейцарии в июне. И вся Украина страшно переживала, что Байден нас предал, не поехал на саммит мира в Швейцарии. К нам не приехал. Прислал вместо себя Камалу Харриса. Ага, так он прислал-то кого, получается? Тогда это выглядело, как прислали кого-то. А сейчас, если она становится президентом, так она на этой фотографии. Это она была на саммите мира. Это ей теперь за это отвечает, за это движение по формуле Зеленского и так далее. Потому что она это все поддержала. Там стоит ее подпись под этим документом. Не Байдена, а Камалы Харриса. То же самое произошло, например, с конференцией в Мюнхене. Мюнхенская конференция по безопасности. Там тоже вместо Байдена приезжала Камала Харриса в феврале в Европу на эту конференцию. Тоже интересная ситуация. То есть, получается, и там она, и там она. Но публично мы ее не видели, потому что она не имела права, скорее всего, по их договоренностям, затмевать Байдена своими речами. Но в картине-то она была. И вот сейчас мы это посмотрим, она способна или нет. Я просто не знаю. Способна ли она все это красиво выдать на публику? Ну, в любом случае, на сегодняшний момент понятно, что, несмотря на небольшое отставание от Трампа, но, скажем так, Трамп уже практически, ну, можно считать, выложился по полной программе. То есть, он выложил все козыри. И понятно, что покушение – это не его организация, но, тем не менее, он блестяще на тысячу процентов, что называется, отыграл это покушение. И там была совершенно фантастическая картинка. И сам он вел себя совершенно на пять с плюсом в этой ситуации. И Вэнс, который, так сказать, можно назвать, что это усилитель Трампа, такой маленький Трамп, который, так сказать, движется в ту же сторону. То есть, и в дебатах он сокрушительно победил Байдена. То есть, ну, он, что называется, отыграл свое по полной программе. Харрис еще не начинала. Вообще еще не начинала. И понятно, что у нее сейчас задача выйти из тени Байдена и показать себя. И вот как вы считаете, вот этот выход из тени Байдена, он неизбежен. Понятно, что она должна перестать быть его тенью, перестать повторять то, что делает Байден. В какую сторону, как вы считаете, она развернется? Исходя из ее биографии, исходя из того, что она может, она все-таки не вчера появилась. Возможно ли, что это будет позиция, значит, прокурор против преступника? Вот такой вот разворот. Или второй разворот. То есть, тут могут быть разные сценарии. Модель прокурор против преступника. Модель, так сказать, глобалист против изоляциониста. Ну и так далее. То есть, модель прогресса против консервации. Ну, то есть, разные модели могут быть. Как вы считаете, вот исходя из биографии Харрис, какую модель противостояния с Трампом она изберет? В чем будет заключаться ее выход из тени Байдена? Я выбираю третью, которую вы назвали прогресс против консервации. Объясню даже почему. Мне кажется, что первую историю про прокурор против преступника, ну, штаб демократов оставит за Байдена. То есть, Байден все это время, он же продолжит свою работу, скорее всего. У него послезавтра, как выяснилось, ну, как это, завтра по американскому времени, 24-го, но по времени киевскому, это будет уже 25-го, в 3 часа ночи он выступает со своей программной речью, собственно, где он будет впервые публично сам сообщать и об отставке, о выходе из предвыборной гонки, и о своей дальнейшей работе, какие у него планы на ближайшие полгода и так далее. В общем-то, все этого достаточно с интересом ждут. Я думаю, что ему оставят роль упреков, стрелять в Трампа, грубо говоря, будет Байден. И тогда Камала Харрис окажется вся в белом и с блестками в каком-то смысле. То есть, она может выходить и диктовать позитивную повестку против вот этой войны и препирательства, которые оставят Байдену с Трампом. Пусть даже Трамп побеждает Байдена, это станет неважным. Да, Трамп может разгромить Байдена в этом противостоянии, но Байден-то не участвует, вот же, что важно. И я бы, конечно, мне кажется, что американские политтехнологи в данной ситуации, стратегисты, они оставят Байдену эту роль, именно эту часть. По поводу глобализма или же изоляционизма, я пока все, что слышал в их разговорах, я сейчас имею в виду дебаты, там же затрагивались важные темы, все, что я слышал в разговорах как раз-таки американских своих, просто знакомых, друзей и даже зрителей там в каких-то комментах. Я не вижу у них этой повестки, вот прям как острой какой-то повестки. Это как война в Украине, да, но это нас интересует, а у них там как бы другое. А вот, смотрите, ну надо же использовать в первую очередь всегда естественные достоинства кандидата, которые ему присущи самым естественным образом, которые не надо доказывать. Не надо доказывать точно две вещи Камале Харрис. Ей не надо доказывать, что она женщина, и ей не надо доказывать, что она цветная. Вот это не надо доказывать. Соответственно, она может взять повестку абортов, потому что она ей занималась как прокурор, прямо занималась. Там какие-то решения принимала тогда как прокурор Калифорнии на эту тему. И это огромный вопрос, просто огромный вопрос. И второй вопрос, это вот там права каких-то меньшинств, самых разных причем меньшинств. Ведь у нее там мама из Индии, папа, господи, кто же он там, экономист с Ямайки, по-моему. То есть там много тоже, миллион вопросов. И тут, я думаю, сядут эти ребята из штаба, возьмут грамотные, ну у них есть, естественно, что возьмут. Возьмут своих уже социологов, выдадут такую книжечку вопросов на 600, где разрежут все-все-все до миллиметра, какие нужно поднимать вопросы, с какими ключевыми словами. Но вот это ее повестка. Вот мне кажется, эта повестка для нее выигрышна, поэтому она за нее будет браться. Какие там внутри будут месседжи, это уже надо быть внутри. Но аборты, права женщин, права разного рода меньшинств, это прямо ее конек. И я думаю, что это она будет этим заниматься. Ну, я думаю, что если уж в эту сторону двигаться, то, безусловно, должно быть изменение в экономике. То есть, трамповский курс на нефтянку, на сжиженный газ и все остальное. А здесь, с другой стороны, это зеленая экономика, это технологии. Ну и, так сказать, все, что связано с Кремниевой долиной, все то, что, так сказать, голосует за демократов и против республиканцев. То есть, экономика ржавого пояса против экономики Силиконовой долины. Мне кажется, это уж тогда... Уж если так, то тогда это тоже должно быть. Я не знаю, насколько это конек Харрис, насколько она здесь убедительна. Но, во всяком случае, уж если эту тему развивать, прогресс против консервации, то она неизбежно возникает. Я не знаю, знаете, вы это говорите, а я не знаю, на какое количество людей это влияет. То есть, когда мы, если мы возьмемся, скажем, а вот мы за новую экономику, а выяснится, что в этой новой экономике в штуках-то мало, а избиратели-то головами считаются. Поэтому тут может оказаться чуть более размытая история. Она может оказаться не про IT-индустрию, а, условно говоря, там, я не знаю, взять эти спорные штаты, посмотреть, что у них там с этой экономикой. Может, у них, наоборот, при озеленении снижается количество рабочих мест для особо бедных. Не знаю. Это надо смотреть. Ну и плюс еще медицинская тема. Это, кстати, точно, потому что вот это 100%. Потому что Байден, он же, когда писал это письмо свое, вечером в воскресенье опубликованное, у него прям первое, про что он написал, что он сделал, что он приводит себе в достижение, это главное, это изменение в системе здравоохранения американской. Опять, в тех нюансах я просто не знаю, не понимаю, что там было сделано, но там какие-то вот эти скидки на лекарства и так далее. В общем, я думаю, что она тоже, безусловно, эту тему тоже будет двигать дальше. Михаил Павлович, ну, в любом случае, понятно, что для американцев тема Украины, тема противостояния с Россией, она не самая важная, но для нас-то это, безусловно, вопрос номер один. Американцы со своими проблемами как-нибудь разберутся без нас. Украинская тема. Как вы считаете, если и когда ваш прогноз сбудется, и Камала Харрис действительно станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, насколько все-таки ее позиция может оказаться более полезной Украине, менее полезной, чем позиция Джо Байдена? Насколько здесь изменения возможны в лучшую сторону? Ну, как минимум, как сказал когда-то Путин, вчера его Песков просто цитировал, мы-то хотели Байдена, сказал Песков, потому что он более предсказуем, цитируя Путина. Вот в этом смысле Украина, я так скажу, что большинство украинцев, я уверен, что хотят видеть Харрис, Камалу Харрис президентом. Я, кстати, вчера опрос провел просто у себя, опять-таки, в Телеграм-канале. 70, ну вот у меня на Телеграм-канале, конечно, там не все из Украины, но, тем не менее, все сторонники и друзья Украины. И там 74% за Камалу Харрис, 26% за Дональда Трампа. Вот это голосование у меня на канале. Вот, потому что это предсказуемо, это предсказуемо. Вот мы точно понимаем, что будет вот так, как сейчас. Да, и мы точно понимаем, что и Песков, и Путин врут. Мы точно понимаем, что они, конечно же, за Трампа. Но это классика жанра. Да, это уж само собой. Но если Камала Харрис, то очевидно, что это, по всем, кстати, ее заявлениям, которые она делала, это она проводила Мюнстерскую конференцию по безопасности. Это она проводила проводила саммит мира в Швейцарии. Поэтому это будет вот эта самая линия. И от нее никуда нам не деться. И вот она такая же и будет точно. Да еще и, кстати, могут сохраниться многие чиновники. Ведь тут важно тоже. Важный был вопрос поворота сюжета. Выдвинут кого-то другого или выдвинут Камалу Харрис? Важно тут самое, останутся ли люди в Белом доме те же. При Камале Харрис многие останутся из тех, кто был при Байдене. А при любом другом бы никто бы там не усидел, естественно. А Трамп будет, если он побеждает, то это непредсказуемость. Хотя я не столь скептичен, вот как многие там говорят, все это катастрофа для Украины. Нет. Почему я так не думаю? Потому что я не верю в договороспособность Путина на этом этапе. Вот исторически на этом этапе, я имею в виду. Не вообще в целом в его жизни. Но вот сейчас такая ситуация, что мне кажется, что вероятность того, что Трампу удалось бы договориться с Путиным, вот о том, он бы точно попробовал это, он бы точно сделал то, что он плюс-минус говорит, что говорит он, что говорит Джей Ди Вэнс, он бы поехал, встречался бы с Путиным или разговаривал бы с ним по телефону, и говорил бы, давай так, давай сяк. Но, по-моему, они бы не договорились, либо очень быстро бы Путин его кинул. Поэтому, но это в любом случае такие потрясения, которые точно не нужны. Вот прям, даже народу Украины, я же даже не говорю про на фронте, я даже не говорю про то, что там поставки оружия. Я говорю, что напряжение общества, оно же существует, вот эта усталость общественная, и вот еще один фактор нестабильности украинцы не хотят. Они хотят, можно как было при Байдене, можно так сделаем. Ну да, ну надежда, конечно, чтобы было лучше, чем при Байдене, но, по крайней мере, по крайней мере, уж не хуже это точно. А это, Игорь Александрович, я вмешаюсь, извините, я вот сейчас общался на этой неделе с несколькими, так получилось, с западными важными, ну важными аналитиками западными, реально так повезло случайно присутствовать в некоторых местах. В общем, надежды надо возлагать на лучше, на Европу. То есть, чтобы Америка вот держалась, как она держится, а прибавка за счет Европы должна быть, в общем, считают многие, и это люди, которые более-менее знают о, например, о том, как растет военное производство в Европе. Они прям рассказывали какие-то вещи и показывали на цифрах, что, в общем, это происходит, и что вот это то, что нам сейчас нужно. Ну да, Европа, безусловно, постепенно движется в сторону, в сторону все-таки, ну если не военного блока, то оборонительного блока, это совершенно очевидно, все действия, вся риторика и все практические действия в эту сторону, это правда. Ну, к сожалению, правда, выбирая между моделью превратить Украину в щит для Европы и самим стать, так сказать, неприступной крепостью, они выбирают второй вариант, к сожалению. Это совершенно очевидно, и это не, что называется, невозможно делать и то, и другое вместе. Они выбирают второй вариант в какой-то степени в ущерб первому. И это, мне кажется, очень, я думаю, что это ошибка европейцев, но, в конце концов, это их ошибка. Они действительно не могут делать и то, и другое одновременно. Опять-таки, вот эти ребята, которые мне там все это рассказывали, показывая на цифры, говорят, понимаете, у вас армия сейчас 1 миллион 200 тысяч человек. Ну, то, что мы так примерно знаем. И в Америке такая же. То есть, сухопутные войска США по численности такие же, как сухопутные войска Украины. Соответственно, весь военно-промышленный комплекс США должен обеспечить вот такую армию и потом еще одну, такую же, как и еще одну, такую же. Это мы не можем сразу сделать. Значит, нам нужна вся Европа, которая этим займется. Но вся Европа тоже не может, потому что она тоже наращивает свою армию, ей тоже надо чем-то вооружить. И поэтому вот эти все задачи одновременно, действительно, как бы и нерешаемы. И они пытаются, действительно, вот то, как вы говорите, приоритет отдавать туда. Ну да, ну, это очевидно, это следует очевидно из всех этих решений. Но просто проблема в том, что украинцы, не потому что они такие замечательные, и безудержно смелые, а просто им деваться некуда. И поэтому они воюют, и поэтому они готовы воевать. А готовы ли воевать европейцы, большой-большой вопрос. И у меня, в общем, нет уверенности в этом, и поэтому попытка превратить себя в неприступную крепость, она, как мне кажется, ну, как бы там многое не срабатывает. потому что, если дело действительно дойдет до того, до чего оно дойдет, когда потребуется вот эта вот актуализация этой программы Европа неприступная крепость, то просто у России есть огромное конкурентное преимущество. Это нулевая цена человеческой жизни. У Украины это конкурентное преимущество меньше, потому что Украина это все-таки европейская страна. Но в то же время, если брать Европу, то там высочайшая цена человеческой жизни может оказаться очень сильным обременением в случае войны. То есть свобода передвижения, проще уехать, чем умирать и так далее. Это все то, что привело в какой-то степени к катастрофическому поражению Франции во Второй мировой войне. Просто когда Советский Союз столкнулся, то там тоже нулевая цена человеческой жизни была. Можно было положить 30 миллионов без вопросов. А Франция, где цена человеческой жизни была намного выше, они просто отошли. Не стали умирать. Мне кажется, что здесь ошибка европейцев заключается именно в этом. В том, что лучше бы они вооружили Украину до зубов. Уж раз сейчас Украина воюет, то сделать ставку на вооружение до зубов украинцев, ну, может быть, обеспечить специалистами, летчиками, командами какими-то и так далее. Дать тысячу томогавков, вот, поскольку у этих томогавтов, у тех же самых Соединенных Штатов Америки, просто немерено. И производство продолжается. Ну, то есть, на самом деле, ну, это так, это уже разговор, конечно, в пользу бедных. Нет, это разговор в пользу, я вам скажу, почему это разговор в пользу богатых. Опять-таки, вот я тут наслушался всяких этих мнений экспертов западных, вот они сказали интересную вещь, что если Европа увеличивает свои инвестиции в вооружение на 1% от ВВП, 1% от ВВП, это, по-моему, без Великобритании, то есть, только Евросоюз, то Россия, чтобы установить паритет, должна выложить в вооружение 15% от своего ВВП, а всего весь бюджет России это 30% от ВВП, то есть, как бы, 1% ВВП это половина бюджета, ну, Россия должна половина бюджета, а половину она уже и так тратит, тут она должна будет вторую половину все потратить, поэтому тут вот у Европы действительно уникальные шансы, о котором вы говорите, потратить 1% от ВВП, и это позволит просто разгромить Россию, потратив 1%, не какие-то безумные цифры, это, наверное, лучше, чем потом жизни действительно терять. Кстати, еще, извините, что я, есть одна страна, у меня знакомая, мне очень хорошо, в которой и цена человеческой жизни высока, и никто не разбегается при наступлении врага, это Израиль, конечно, потому что вот там цена человеческой жизни просто вознесена как в рамках самой какой-то высшей ценности, причем и на моральном уровне, и на материальном, а при этом начинается война, и все приезжают в Израиль, вместо того, чтобы хотя бы, казалось бы, сел на самолет, лети в Европу, живи, нет, все летят воевать. Ну, такая конструкция, Михаил Павлович, согласитесь, она не на ровном месте возникла, такая конструкция возникла в результате сначала двухтысячелетнего значит, геноцида народа и механизма его самосохранения, сложнейшего, уникального в истории человечества механизма самосохранения, выживания в диаспорных условиях, но затем 70 лет непрерывной войны. 70 лет непрерывной войны защита своего крошечного кулачка, кулачка пустыни, прижатого к морю, от огромного массива так сказать стран и народов, которые хотят его уничтожить. Ничего похожего в Европе нет. Вот близко даже. То есть, это, что называется, эта технология производства этого булата, имеется ввиду, так сказать, металла, который произошел с израильским народом, ну, ничего похожего близко нет. Ни в одном народе. Поэтому приводить пример Израиль, мне кажется, в данном случае, ну, так себе. Согласен. Мне кажется, более, так сказать, вот, ну, по крайней мере, вопрос, который, на который я очень жду вашего ответа, это вопрос о том, что это за эпидемия миротворцев происходит. Значит, ну, Орбан понятно, да, то есть, Си Цзиньпин понятно, Путин понятно, когда они все говорят о мире, понятно, что это все полная ерунда, это все набирают политические очки. Некоторая загадка, это Джонсон, с какой стати он несет вот эту вот ахинею, которую он написал в Дели Мэйл по поводу того, что Украина должна заменить своими вооруженными силами на территории Европы американцев, это вообще непонятно, о чем. Плюс полная поддержка плана Трампа. План Трампа тоже понятно, Трамп всегда несет подобного рода ахинею, что я, только я могу остановить третью мировую войну, я приду и сразу же мгновенно возникнет мир. Понятно тут, о чем идет речь, полная ерунда. Возникает вопрос, президент Украины Зеленский с его идеей второго саммита мира там в ноябре, ну или может быть я не знаю в декабре, но в любом случае второй саммит мира, на который точно не приедет делегация России, уже абсолютно точно. Было ясно это, что она не приедет до начала, до вернее заявления, но сейчас уже и заявление есть о том, что нет, мы не приедем. Вот два вопроса, первый вопрос, каково приращение по сравнению с первым саммитом мира, возможно на втором саммите, учитывая, что на нем опять не будет России, это будет опять разговоры о мире с одной стороны, непонятно к кому обращенный. И второй вопрос, вытекающий из этого, как вы считаете, что означает заявление президента Украины Зеленского, который сказал, что у нас есть конструкт, есть план, я не дословно, но смысл передаю это точно, у нас есть план, в результате которого мир возможен уже в этом году, то есть установление мира не только военным путем уже в этом году, о чем идет речь? Да, но тут у меня плохие новости, как мне кажется, я начну прямо даже с Бориса Джонсона даже, издалека слегка, я прочитал его эту статью, Daily Mail именно, потому что когда переводы публиковались в сокращении, русские, украинские, они были именно в сокращении, и из них была часть выброшена, текста, которая важна, как мне кажется. Понятно, что Борис Джонсон, он по каким-то личным причинам решил заняться продвижением Дональда Трампа, потому что он его, не знаю, друг, соратник, все что угодно, почему-то, он так рекламирует Трампа, вот он рекламирует Трампа таким способом, и все это, он же пишет вот это заменить украинскими войсками, чтобы деньги в бюджет США вернуть, то есть продвигает политику Трампа, но он там, внутри своего этого текста, тем не менее, то, что многие в Украине сначала возмутились и объявили уже врагом народа, так сказать, не заметили следующего, он говорит, первый этап, значит, зоя России остается то, что до 22-го года было, то есть Крым и часть Донецкой и Луганской областей, и тогда в обмен на это Украина вступает в НАТО или там в Евросоюз, непонятно что, и потом, после восстановления полного территориальности Украины, вот тогда Путин и Россия возвращаются в G8, ну то есть, во-первых, это прямо выглядит как фантазия, полная, вот прямо там написано, то есть Трамп после этого возрождает территориальная целостность и тогда сближается обратно с Россией, во-вторых, это все фантазии, во-вторых, вот сегодня был опрос в Украине, прямо сегодня Киевский международный институт социологии, и там давали разные варианты мирных соглашений, вы согласны или нет, и больше всего набрал план дословно повторяющий, я уверен, что они проводили раньше, чем писал Борис Джонсон, но повторяющий план Джонсона, то есть, примерно, сейчас точно не скажу, чуть меньше, 50 с чем-то процентов украинцев, а вот я посмотрел, 57 процентов украинцев согласны на то, что Россия выводит свои войска отовсюду, кроме Крыма и Донбасса, и за это Украину берут в НАТО, Украину берут в Евросоюз, и Украина при этом не признает Крым и Донбасс за Российской Федерацией, но это все вот разговоры в пользу бедных, в том числе в пользу Бориса Джонсона, что понятно, что... Нет, это уже, извините, что я вас перебиваю, вот этот опрос, я его тоже сегодня посмотрел, и этот опрос, это ужасно, потому что это означает, что задурили голову, вот этими, просто задурили украинцам голову вот этими фантастическими прогнозами, фантастическими обещаниями, и это означает, что к концу года, когда ничего этого не будет, вот ничего этого не будет, будет чудовищное разочарование, и будет злоба на тех, кто задурил голову. А те, кто задурил голову, не против Джонсона, не против Трампа, а против своего собственного руководства. Вот это вот самое страшное, что, мне кажется, есть самое бредное, что есть в этом, так сказать, миротворческом экстазе, который охватил в том числе и... Да. Тут мы с вами сходимся, потому что я вел, в общем-то, туда же. Потому что я хотел сказать про вот этот рассказ о том, что у нас в ноябре-декабре будет второй саммит мира. Вот мое мнение, что не будет никакого второго саммита мира. Просто его не будет. А зачем? Кто? Куда должен поехать? Какие мировые лидеры? Вот они зачем должны собраться? Чтобы еще раз сказать то же самое? Я не вижу в этом никакого смысла. Я готов поверить, что приедет делегация России на саммит, который проводится по формуле мира Зеленского? Нет, я не готов поверить. Вот сегодня Жозеп Боррель, Жозеп Боррель сегодня выступал в Рюсселе, в пресс-конференции и говорит, у нас будет второй саммит мира, значит, туда мы позовем Россию. Говорит, это очень важно. Но при этом это будет говорить не на условиях России и Путина, а на условиях Зеленского и его формулы мира. То есть Путин приедет на саммит мира, который проводит Зеленский, сядет на табуреточку и будет слушать, что он международный преступник. Ну, его до этого, конечно, арестуют. Вот. Но он будет слушать фактически обвинения всего прогрессивного человечества, что он международный преступник, что его надо расстрелять, чтобы он немедленно, так сказать, катился из Украины. Ну, конечно, это очень правдоподобно. Калос может оказаться на его посту, бывший премьер-министр Эстонии, а она на такие условия не пойдет. Она скажет, что Москву тоже отдавайте, это же понятно. Поэтому все эти разговоры, к сожалению, действительно запутывают, я думаю, уже многих. Я пытаюсь всем объяснить всего одно, как мне кажется, то, про что забыли все. Как-то забыли все. Что вообще-то для любого соглашения должна быть вторая сторона, а ее нет. Ну, нет у нас партнера по переговорам. Ну, о чем все эти разговоры? Зачем? Ну, вот же, вам Путин выкатил требования. Вот они есть. Он их сначала выкатил прямо во время саммита мира, накануне саммита мира. А потом еще и повторил их. Повторил. Когда приехал Орбан. Орбан же приехал в расчете, что сейчас там с ним будут какие-то компромиссы, правильно? Но, тем не менее, рассчитывал на какие-то... Что он привезет что-то, да, какую-то там оливковую ветку. Что, смотрите, я смог уговорить Путина на это. Да к Путиному прямо на первой же встрече, причем под телевизор, под запись, сказал. Я свои требования сказал на коллегии МИДа. Вот идите послушайте, там все сказано. Отдайте мне вот это, это, снимите все санкции и так далее. Полная окончательная капитуляция Украины фактически. То есть, он же сказал, деноцификация, демилитаризация. Президент Украины нелегитимен. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть, смените власть, встаньте на колени, значит, ликвидируйте армию, заявите, что вы никогда в жизни не захотите вступать в НАТО. Вот, отдайте все, что уже оккупировано. Еще плюс к этому, отдайте все, что мне хочется. После этого, когда вы на коленях, со связанными руками, значит, в наручниках, склонив голову, придете, мы с вами начнем разговаривать. А до этого мы будем стрелять. Да, и санкции еще, санкции снимите, чтобы запад встань. Да, санкции снимите, примите всюду и так далее. После этого начнем разговор. Ну, а дальше он будет предъявлять требования все остальные, так сказать, и в адрес НАТО, и в адрес всех остальных, чтобы НАТО опал в дно до 97-го года, толкая перед собой монатки, собранные и так далее. То есть, это вот то, что Путин говорит. Ну, и чего, и как. Есть точка компромисса, где она. Вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, я точно знаю, вот я не знаю, как вы, но я точно знаю, что те люди, которые готовят, которые занимаются политикой Украины, руководство Украины, они точно, уж точно не глупее меня. Точно. Я в этом уверен. Возникает вопрос. Почему, вот, почему, так сказать, устами президента Зеленского делаются вот такие заявления? Потому что в ушах же стоит это все, и в ноябре, и в декабре будет стоять это в ушах, когда либо этого саммита не будет, либо мира не будет. И вот на что расчет? Зачем? Да, у меня только один есть на эту тему версия, не более чем версия, сразу скажу. Значит, во-первых, кстати, по формуле Путина, провели тоже у нас опрос на прошлой неделе, не нынешний КМИСовский, а центр Разумкова. И там можно было увидеть вот это предложение Путина, 4% в Украине согласны под этим подписаться. Ну, это погрешность измерения. Ну, да, мы просто не поняли, что там написано. Да, 4% как бы, вот. Я думаю следующее. Мне, я долго думал, что ж такое они все несут-то и зачем? Я ответ нашел, удивительным образом, для себя, как версию. В докладе, который на прошлой неделе был опубликован в Британии, вот этого центра, который называется РУСИ, ну, то есть R-U-S-I, Royal, что-то Universal, там, я не могу это все запомнить, Strategic Institute или что-то такое. Ну, в общем, это главный военный сентябр Британии, которому почти 200 лет, и который опубликовал большой доклад на тему всех военных действий с первого дня войны до неудачного контрнаступления Украины. Там прям все разжевано было и так далее. Сегодня в этом же центре, кстати, выступал Залужный, как-то по совпадению такому случайному. А представляли этот доклад в день, когда приехал Зеленский, встретился с Залужным, через час центр представил этот доклад, то есть как-то все мне показалось совпадение не случайным. И вот внутри этого разговора, внутри этого доклада, где много всяких интересных деталей, есть и такая, что, например, план контрнаступления, а также план освобождения Херсона, в частности, были подготовлены в таком виде, потому что иначе бы Европа и Запад не дали нужного оружия. Чтобы получить оружие, нужно иметь план. Вот план, вот оружие, вот нужно было иметь маленькую победу, вот победа Херсон. Тогда дали какие-то танки и так далее. Но под план более долгий не дали бы, поэтому нужно было показывать короткий план, который оказался нереализуемым. Ну, невозможно за это время, как выяснилось, там это военные эксперты делают выводы, да? Невозможно за это время было обучить людей нужное количество, там много чего еще, но это их военные выводы. И вот я думаю, что сейчас, чтобы получать следующие деньги и следующее оружие, мы тоже должны показывать план Западу каждый раз. И этот план должен в себя что вмещать? Ну, если бы у нас был план, как мы завтра освободим Донецк и Луганск, ну, хорошо, под него могли бы дать нам еще самолетов. Такой план мы пока не можем. Значит, нам надо всегда иметь альтернативный план. То есть, вот план, как мы мир заключим. Ну, вот, смотрите. И дальше ведь что интересно получается? То есть, в чем тогда смысл политический? Вот, пока этот план просто там Зеленский о нем рассказывает, то это ответственность Зеленского и украинского руководства. А когда под этим подписалось 80 стран, то это как бы ответственность 80 стран. Вот уже Боррель отвечает, если не получится. Я сейчас не перед украинским народом. Я вот там, где нужно получить оружие, иди. Их надо получать. И уже ответственность размазана. Ну, подождите, так Камала Харрис подписалась под этим планом, правильно? Что же вы от нас-то еще хотите? Вы же видите, вот Камала Харрис подписалась. Одну секундочку, извините, ради бога, но то, под чем подписалась Камала Харрис, никакого отношения к миру не имеет. Там было подписано, значит, обмен пленными, свобода судоходства, которое просто, ну, поскольку Украина уже ликвидировала Черноморский флот российский, то эта свобода судоходства, она как-то, ну, более-менее органично происходит. Значит, там, ну, все вот эти вот продовольственные безопасности и так далее. То есть, там мира нет. Там есть ключевое слово. Рассказываю, какие, которые туда вставили. О том, что будут рассматриваться только мирные планы, которые предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и соблюдение уставов УОТ. Это там написано. То есть, любые другие мирные планы рассмотрению не подлежат. А это значит, что к нам приходит Путин, и нам звонят из, там, не знаю, из Брюсселя, говорят, а вот же Путин вам принес план. Мы говорим, простите, не соответствует тому, что вы подписали, Камала Харрис подписала, еще 80 стран подписала. Мы не можем. Это такая вот политическая игра, в общем-то, что от нас требовали, от нас же я уверен, что давили. Уверен, что давили. Давили на Зеленского? Уверен, что давили. А теперь у него есть бумага от 80 стран, что вот, я соблюдаю все, как вы сказали, все так и делаем. Ну, при чем здесь заявление о том, что в конце года будет мир? И как под это можно давать деньги? При чем тут оружие? Там же сказано о том, что не только военным путем, мы дипломатическим путем добьемся мира. При чем тут оружие? Нам нужны две вещи. Деньги и оружие. Без них мы не можем воевать. Ни без оружия, ни без денег тоже не можем. Потому что вот все наши военные, миллион с лишним человек на фронте, они получают зарплаты, хорошие зарплаты получают. Ну, справедливо абсолютно. Но, тем не менее, эти деньги нельзя взять ни из каких других источников, кроме как от того же Евросоюза и от той же Америки. И вот этот поток должен быть непрерывным, да еще и нарастать. Например, Германия, кстати, взяла и в бюджете следующего года уменьшила сумму, выделяемую Украине. В этом году 7.1 миллиарда евро, а в бюджете следующего заложено 4. То есть придется сейчас, а нам нужно будет столько же. Это значит, придется ехать в Германию, объяснять, а нам дайте еще вот это, а вы делите еще, пожалуйста, вот так. И каждый чиновник в Германии, каждый, будет спрашивать, а где ваш мирный план? Вот, пожалуйста, вот, все есть. Мы имеем дело, между прочим, это же не всемирные еврейские заговоры, которые сидят и втроем решают. Это в Евросоюзе, это, не знаю, сотни тысяч людей, с которыми приходится иметь дело, чиновники, ну, короче, те чиновники, которые реально принимают решения, через которых проходят бумажули эти по решениям, они должны проложиться все бумажками. Европа – это бюрократия, безусловно, это такая, так она работает, вот таким способом. В Америке, кстати, все полегче гораздо, потому что там может президент рубануть с плеча, или госдеп что-нибудь решить, ему передали полномочия. В Европе ты без этого не проскочишь, поэтому на все нужно, все должны на все проложиться. Теперь у нас есть заявление Борреля, мы им прокладываемся. Как это отыгрывать внутри страны – это вообще отдельный вопрос, но то, что он снаружи, вот я думаю, что без этого не обойтись уже нам, без таких бумажек и таких танцев. Знаете, это танцы с бубнами, исполняемые для европейских чиновников, в первую очередь. Ну, хорошо, да, это все, так сказать, это понятно. У меня-то объяснительный механизм другой. Когда все кричат о мире, то руководство Украины говорить о том, что нет, мы настаиваем на продолжение войны, ну, это совсем нехорошо именно имиджево. То есть, это игра на, так сказать, на пользу Путина, потому что получается, что он голубь, а Зеленский ястреб. И это вот достаточно, то есть, это имиджевая история. Я все-таки так и не, вот несмотря на то, что вы сейчас вроде как все объяснили, но я так и не понял, как из всего этого производятся деньги. Потому что, когда ты говоришь о мире, при чем тут оружие? Ты же дипломатическим путем пытаешься все это решить. Зачем тебе деньги на оружие? А что касается денег, то их дают и 40 миллиардов, которые НАТО обещают дать, и те деньги, которые постоянно, так сказать, сейчас из разных источников собираются. Да, там снижение Германии, но это не снижение, это возвращение к той сумме, которая была до этого. То есть, они просто в прошлом году дали в два раза больше. Так что здесь все. Деньги-то дают. Деньги дают. И вот какая связь. На самом деле, если вы собираетесь мириться, то зачем вам деньги на оружие? То есть, наоборот, казалось бы, связь должна быть. А я вам, кстати, скажу, мне сейчас пришла в голову аналогия хорошая. Работал я как-то с разными людьми, которые получают эти гранты из Евросоюза на разные цели. И вот мне ребята показывали, что когда они пишут заявку на грант, неважно, на что заявка, то есть, заявка там, не знаю, на закупку каких-нибудь там столов или там чего-нибудь для какой-нибудь там, неважно, школы в Донецкой области. Говорят, вот в заявке обязаны быть слова, прямо слова внутри вставленные. Трансперенси, эквантабилити, там, расовое и так далее, равенство, половое равенство, вот эти слова все должны быть вставлены. Потому что чиновники сидят, садятся, и когда оценивают заявку, это слово есть? Есть. А это есть? Есть. Влияет покупка стола на равенство расовое? Влияет, значит, да, будет укреплять, будет укреплять. Вот мне кажется, сейчас, что так, заявка на получение 20 танков для укрепления мира в Восточной Европе. Вот это ключевое слово должно быть. Это правда работает. Ну да, да. Ну здесь, конечно, остается, вы совершенно справедливо заметили, как эту всю историю потом впихнуть, вот это невпихуемое, впихнуть в украинское общество. Потому что мира, конечно, никакого не будет, и все абсолютно, на самом деле, нормальные люди это понимают. И здесь, конечно, имиджевые потери огромны. Это на мне уже, это уже моя работа в том числе. Стране остро нужны ютюберы, потому что надо вот это все рассказывать. Михаил Павлович, как обычно в наших беседах, я просил бы, чтобы вы завершили наш разговор ответами на те вопросы, которые я не задал. А мы их очень много не охватили. Поэтому ваше завершающее слово. Ох, как всегда, это вы меня ставите в тупик. Но на самом деле, мне кажется, что все остальное затмило вот этими событиями в Америке. Мы сейчас с вами будем, по крайней мере, нам будет всем интересно жить. Вот даже нам в Украине, знаете, я вижу, как люди устали от войны не только в смысле воевать, но и про это разговаривать и про это слушать. Им так хочется детектива, какой-то светской драмы, светской хроники, всего вот этого. Вот новости про то, как же там все-таки Камала Харрис выходила, в фиолетовом или все-таки она в желтом пойдет. Это гораздо важнее. И это, ну это можно понять. Ну слушайте, агитбригады на фронта тоже ездили, и синий платочек, правильно, на четвертый-то год войны. Ну куда ж там, про патроны и про все вот это. Поэтому, слава богу, что у нас есть с вами такая тема. Вот это, по-моему, главное. Нам предстоит в ближайшие месяцы. На три с половиной месяца мы получили огромный фронт работы, в котором мы можем копаться. И он точно такой безопасный относительно, где-то там далеко. Вот. Хорошо, что у нас это и есть. Спасибо Байдену, я серьезно сейчас говорю, что прям серьезно говорю. Спасибо Байдену, что он это сделал. Мне кажется так. Да, это замечательное завершение нашей беседы. Спасибо не только Байдену, но и Михаилу Шейтельману за оптимизм, за прогноз, который вы дали. Потому что, на самом деле, есть ведь самосбывающееся пророчество, и выборы – это все, что происходит в головах людей. И поэтому, когда ты говоришь, что все пропало, то все, на самом деле, пропало. И вот, когда была ситуация с Байденом, когда он проиграл эти дебаты, то это было самосбывающееся уныние. А сейчас будем считать, что настало время самосбывающейся надежды. Михаил Павлович Шейтельман, спасибо вам большое за ваш оптимизм, за ваш прогноз. Будем надеяться, что он окажется самосбывающимся. Продолжение следует...